Разложите 80 тетрадей в две стопки, чтобы количество тетрадей в одной из них составляло 60% от количества тетрадей в другую. Ну, давайте записывать. Есть две стопки. Одна из них это 60%, а другая это 100%. Чтобы не говорить о процентах, давайте лучше скажем так. Пусть вот в этой стопке х, что такое 60%? Это 60 сотых или то же самое 6 десятых? 60 сотых, 6 десятых. То же самое 3 пятых. Вот, 3 пятых. В этой стопке 3 пятых х. И у нас получается такое уравнение. 3 пятых х плюс х. Затем, как я пишу. 3 пятых х плюс х. Это 80 тетрадей. На 5 умножим обе части. 3 х плюс 5 х. Это 40. Значит, х 50. Получается, в большой стопке 50 традей, в маленькие 30. Между прочим, с глубокой древности. Известен так называемый метод ложного положения. для решения такого типа задач. Он очень разумный и, если подумать, математически разумный. Смотрите, давайте показать, что 80. И просто посмотрим, бывает, что в одной стопке 60% от другой. Ну, есть разные варианты. Например, нужно взять и просто сказать, что пусть в одной стопке 100 цикратов, а в другой 60. Или, если не хотите так сказать, пусть в одной стопке будет 6 цикратов, а в другой 10. 6 от 10 – это 60%. 60 от 100 – это тоже 60%. В любом из этих вариантов делаем простую штуку. Смотрим, сколько всего. Всего получается в данном случае 160. Ну, а в этом случае 16. Но мы-то знаем, что цитрали 80. Что надо сделать со стопками, если у нас получилось 160, а должно быть 80? Обе уменьшить в два раза. Ну, получается 30-50. Или, если мы здесь взяли. Здесь получилось 16 тетрадей, а их 80. Что мы делаем? Наоборот, мы смотрим, в сколько раз надо увеличить. 80 разделить на 16 – это 5. Значит, надо увеличивать в 5 раз. 6 умножить на 5 – это 30, 10 умножить на 5 – это 50. Ну, ответ, разумеется, получается, все время один и тот же. Но вот этот способ надо запомнить. Очень часто можно присядь уравнений, вот без таких тропий, а при помощи метода ложного положения. Давайте поймем, в чем он, по сути, состоит. Что есть зависимость, вот если в одной стопке х в цитраде, в другой у в цитраде, есть линейная зависимость. У нас форма была такая, у – это 3 пятых х, если у – это маленькая стопка, а есть большая. И, разумеется, если мы возьмем какое-то количество в одной стопке, то в другой однозначно будет вычитываться. И эта функция линейная. А у линейной функции главное, что надо знать, это вот этот ее наклон. Между прочим, и даже более сложная задача решали методом ложного положения, когда речь идет не о такой просто линейной функции, а когда график – это произвольная прямая. Но, правда, тогда надо посчитать две точки, и по ним уже. Это чуть-чуть сложнее, но, тем не менее, вот без всяких уравнений можно было таким простым способом тоже это сделать. Продолжение следует...